Внимательно слушаем команду, уважаем друг друга, соблюдаем правила. Удары ногами и коленями только в голову, удары локтями только в корпус. За сетку не хватаемся. По углам приготовиться. В очередной раз отмечу, что очень убедителен рефери, я бы с ним не спорил. Хороший джеб. И лоу-кик неплохой. Уверенное начало от Артура Байрамукова. Хороший джеб проходит у Артура. Посмотрите, из двоечки решил продолжить эту комбинацию. В базовой технике, помимо ММА, была такая очень серьезная ударная подготовка. Да, неплохо, кстати, в клинче. С колена в голову, к сожалению, для себя не сильно пробил Артур Байрамуков. Ну а Джаман Молодеев, видимо, поняв, что оппонент чуть-чуть получше смотрится в стойке, справедливо решил сократить дистанцию. Сейчас прижимает соперника к сетке и ведет свою работу в клинче. Но если Артур Базово тайский боксер, то клинчем, я думаю, его не удивить. Да, но сами понимаем, что клинч в ММА и клинч в тайском боксе – это два разных клинча. Роман, не спорю, клинчи разные, но человек готов к борьбе в стойке. Да, это сто процентов. Посмотрим. Сейчас идет очень активная борьба на ближней дистанции. Пока без ударов. А вот, кстати, представитель клуба «Ахмат» держится за сетку. А этого по правилам нельзя делать. Судя увидел и устранил. Низковато, по-моему, Артур ударил коленом, как мне показалось. Расцепились. Хорошая комбинация почтальончик от Артура. Чем ответит Джамал двоечкой. По длине руки у Артура, и он будет хорошо пользоваться. И знаешь, мне кажется, что у него просто лучше поставлена ударная техника. Он чувствует дистанцию, с которой нужно наносить. А там ведь миллиметры играют ролик. Да, конечно, еще необходимо правильно подойти на ногах. И самое главное, Артуру не бросаться, как он это сделал в предыдущем эпизоде, когда началась борьба. Хороший лоу-кик в исполнении Артура. Джамалу, наверное, следует переходить в борьбу. Опять надо хорошо подготовить проход ноги или в корпус. И уже сражаться на ближней дистанции и пытаться бороться. Потому что пока в стойке Артур его перестреливает. Защищается Артур коленом от возможного удара в бедро. Жесткий удар по корпусу коленом в исполнении Джамала. И жесткий боковой удар в клинче. Рукой наносит Джамал. Еще одно колено. Теперь уже слева. Если бы прошло, область печени всегда очень болезненна. Здорово на выходе из клинча Джамал. И тут же Артур Рома отвечает своей комбинацией. Сошлись клинчи, там могло быть опасность столкновения головами. Обоюду острый обмен, дамы и господа. Поджимает Артур. Такое ощущение, что поднаелись спортсмены немного. Стали тяжело дышать. Пошел вперед Артур. Добавляет хайкик. Джамал попытался пробить левой на скачке, но как-то неуверенно. Ты знаешь, Роман, когда вот такой рваный ритм, когда ты то находишься в клинче, то переходишь к активным действиям. Действительно-то, бензин кончается на порядок быстрее. Это очень изматывает. Конечно, тем более, что темп боя очень высок на самом деле. Он хоть и рваный темп боя, но он очень высокий. Спортсмены регулярно беспокоят друг друга ударами. Причем ударами руками, ногами. Эти удары проходят еще один почтальон от Артура. Я бы сказал, что это не беспокойший удар, это акцентированный удар, они вкладываются в них. Причем Артура регулярно предлагает сопернику очень жесткий пробивной джеб. 30 секунд до конца первого раунда. Очень продуктивным пока он получается. Какой удар левой сбоку, это нокаут. Прекрасный удар левый боковой от Артура Байрамукова. Очень неожиданный. Вот, кстати, на фоне усталости, да, так получилось? На фоне усталости, на фоне того, что уже заканчивался раунд, на фоне того, что оба спортсмена уже разогрелись, уже прошел первый такой наплыв адреналина и ты чувствуешь себя уже в борьбе. В этот момент теряется концентрация. И в этот момент как раз и бывают самые опасные удары. Ты знаешь, что меня удивило? Почему Джамал Мавладиев все-таки не пошел бороться? Потому что он в стойке явно уступал своему оппоненту. Его выход была борьба. Как мне показалось. Ну, знаешь как, мне кажется, здесь сыграл психика, психология. Джамал пропускал удары. Ему хотелось реваншироваться за пропущенные удары. И из-за этого завязалась перестрелка. Мне кажется, это недостаток опыта. Молодой спортсмен. Это первый его бой, профдебют. Мне кажется, что спортсмен более опытный. Он увидел те преимущества, которые есть у оппонента. Не стал бы вязаться. Не стал бы пытаться соревноваться в тех компонентах, в которых он выступает. Пошел бы в борьбу? Конечно. И это, в общем-то, напрашивалось само по себе. Это было бы логично. Так и все к этому шло. Он был весьма убедительным. Джамал был убедительным в борьбе. И когда он зажевал своего оппонента в углу клетки, в общем-то, в минуте 31 секунде первая раунда. Это была его работа. Победу одержал боец с синего угла. Артур Байрамуков. Клуб Спарта. Друзья, и ваши аплодисменты его сопернику Джамалу Маулладееву. Ну, Артур остается только поздравить с первой победой в его профессиональной карьере. Вот мы сейчас видим на повторах вот этот удар. Обрати внимание, что очень короткий, да, четко выполненный, без замаха. Прям классика жанра. По всей видимости, это хорошая боксерская школа.